Я предлагаю сейчас переместиться на театральную площадь, узнать, как там дела, много ли людей. Павел Кузнецов работает там прямо сейчас. Давайте. Паша, ты меня слышишь? Да, да. Паша, у вас распогодилось, я смотрю, что солнечно. Да, Мария, на самом деле погода замечательная. Если вспомнить, что было утром, лил огромный, лил ужасный дождь, то сейчас выглянул солнце и погода радуется вместе с нами. Ну, здесь огромное количество людей, огромное количество... Да, Маша, что ты спрашиваешь? Очень много народу. Да, 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 здесь огромное количество людей. Все идут с портретами своих фронтовиков, своих героев, своей семьи и, собственно, всей страны. Давайте посмотрим. Здесь на портретах, на плакатах нас смотрят те, кто освобождал нашу страну. Те, кто освобождал Европу и весь мир. От фашизма. Это все те герои, которые дали нам возможность жить свободно. Здесь и генералы, и солдаты обычные, офицеры. Здесь узники концлагерей. Здесь дети войны. Вот, кстати, дети войны есть и те, кто, слава богу, дожил до наших дней. Здравствуйте. Как я понимаю, вы были ребенком, когда началась война. Расскажите, что это было для вас? Ну, мне в мае исполнилось 6 лет. 22 июня началась война. Папу забрали на фронт. Мама осталась с нами с пятью детками. Я вторая была, и младше меня еще трое. Конечно, все тяготы, которые были на маме, на папе, они легли на детей. Мама должна была зарабатывать деньги, мама должна была в колхозе работать. А мы со старшей сестрой взвалили на себя и детей, и хозяйство. Мы в Сибири, в стоянах на Енисеи мы жили. Холод, мы дрова пилили, мы топили печку. Ну, одним словом, все тяготы легли на наши плечи. И не только это. Мы помогали и маме успевали. То есть, жизнь была ужасная. Конечно, не приведи Господь, чтобы повторилось что-то подобное. Мы пушек не слышали из стрельбы. Но мы и голод испытали, и холод испытали. Мы испытывали все. Я лично в два часа ночи ходила, становилась в очередь за хлебом. В два часа шестилетним ребенком. То есть, все. И я, конечно, благодарна судьбе в том смысле, что вот эти тяжести, то, что легли на наши плечи, они во мне воспитали, знаете, вот настолько я стала сильной, сильной. И по всей жизни я старалась всегда всем помогать. Всем людям, что на моем пути были. Я работала в геологии. И когда мы в Шапшукской работали, война, да, война кончилась. Это была для всех настолько радость. Такая радость, что как в песне поется со слезами на глазах. Это было не со слезами, это плач был, это рев, это рыдания были. Всех тех, кто ждали с фронта, тех, кто знал, что уже не вернется. Ни сын не вернется, ни муж не вернется. Это было ужасно. Это видеть просто страшно. Дай бог, чтобы такого не повторилось. Еще раз с праздником. Спасибо вам, спасибо, что помните. И вот когда многим детям в те далекие года было всего лишь 3, 5, 6 лет, это было ужасно. И вот сейчас то поколение героев, которые смотрят на нас сейчас с портретов, они смотрят в том числе и абсолютно на молодых ребят, которые сейчас живут, ходят в школы, радуют своих родителей. Но они, слава богу, не видели этих ужасов. Давайте спросим теперь у них. Здравствуй. Как тебя зовут и с кем ты пришел? Меня зовут Ваня. Я пришел с моим прадедушкой. Его зовут Николай Сидоркин Гаврилович. Давай мы покажем теперь, чтобы все видели этого героя. Расскажи, что ты знаешь про него. Я знаю, что он был пехотинцем. Он всю прошел войну. Он пришел домой. И когда уже в 81-м году, он уже умер. Ты гордишься им, естественно? Да, горжусь. Спасибо большое. С праздником тебя. Спасибо, что помнишь. И у нас еще есть ветераны, которым, естественно, в этот день надо дать слово. Здравствуйте. Расскажите, как вы встретили известие о победе? Я встречал известие о победе маленьким. Просто отец у меня погиб в 42-м году. А в 2012-м, через 70 лет, его нашли самолет в болоте. И вот я взял внуков, правнуков и всех своих родственников. И мы ездили на захоронение под городом Белом, в село Демяхи. Именно нашего, ну, моего отца, ихнего деда и прадеда. Поэтому для меня 9 мая – это не только великий день победы, но это день, который заставил меня тоже и воевать, и служить Родине, и получать за это отличие. Спасибо большое. С праздником вас. Ну, люди продолжают пребывать на самом деле. И сегодня весь день в Краснодаре проходили мероприятия праздничные, в том числе и возложение цветов. Вот я хочу задать еще один вопрос представителям байк-движения, мотоциклистам, которые сегодня возлагали цветы к мемориалу. Я знаю. Расскажите про эту акцию. Всех с праздником великим, Днем Победы. Ну, для нас это, для каждого гражданина нашей большой необъятной страны, это обязанность отдать те маленькие почести за тот великий подвиг, который сделали те, кто не вернулся с полей сражений. И все ребята, которые стоят, по первому, конечно, золу откликнулись. Спасибо большое. Спасибо, что помните. Я передаю слово в студию. Коллеги, мы будем держать вас в курсе. И еще раз с праздником вас. Да, прямо сейчас предлагаем переместиться на улицу Красную. Бессмертный полк уже готов начать движение. Люди стоят со своими портретами своих родственников. Обратите внимание, как много народу в этом году. Тысячи, тысячи людей. Все подготовились, приготовили портреты своих родственников, фронтовиков, тружеников тыла. Конечно, это просто очень массовая акция. Пожалуй, рискуют в этом году побить рекорд. Мы видим, что они сейчас возле филармонии. Люди собираются. Это вот площадь перед администрацией Краснодарского края. Сейчас с минуты на минуту отсюда и начнет свое шествие бессмертный полк. Да, на месте работает наш специальный корреспондент Иван Волошин. И прямо сейчас передадим ему слово. Иван. Я приветствую всех и поздравляю с Днем Великой Победы. Мы находимся в самом центре Краснодара в строю бессмертного полка сегодня. Здесь уже собрались и идут тысячи людей, которые несут портреты своих родственников, либо однополчан своих родственников, которые участвовали во Второй мировой войне и победили, как известно. И вот прямо сейчас вместе с нами курсанты Краснодарского высшего инновационного училища летчиков. И у них есть свои истории. Здравствуйте, Сергей. Расскажите, пожалуйста, во-первых, с праздником вас. Спасибо. Чей портрет у вас? У меня портрет Рассохина Александра Ивановича. Это стрелок-радист. Он летал на самолете Ил-4 и сражался в битве на Кубани здесь, на этой земле. Так что он тоже является нашим героем. Мы должны помнить, чтить, как и остальных людей, которые защищали нашу родину. Вы первый раз участвуете в бессмертном полке? Нет, не первый. До этого я участвовал в Москве. Ага. И как вам, ну вот, если сравнить, например, мне кажется, атмосфера везде, да, одинаковая, примерно, дружелюбная? На самом деле, да, неважно, где ты находишься, важно, какая атмосфера, народ, как бы, везде. И портреты людей, которые несут, это очень красиво, очень важно и очень знаменательно для нас. Понятно. Вас Андрей зовут, правильно? Да. Здравствуйте, Андрей, чей портрет у вас? Я несу портрет летчика-истребителя, погибшего в Липецкой области 7 апреля 1942 года, которого звали Кузьменко Николай Павлович. Он летал на самолете МиГ-3, и его самолет потерпел крушение. И сегодня я, как курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, вместе с своими товарищами решил почтить память погибших в той страшной войне военнослужащих и пройтись по улице Красной и поддержать эту замечательную акцию. Понятно. Для вас это важно? Это, ну, это, как по-вашему, бессмертный пункт? Это что? Это такая, ну, акция, которая связывает поколение? Вы чувствуете эту связь? Да. Безусловно, эта акция связывает поколение. Она помогает нам не забывать кровавые страницы нашей истории, помнить о нашей военной истории, о горечи побед и, о радости победы и горечи поражений. И навсегда отложить в памяти потомках память о той Великой войне. С праздником вас! Здравствуйте! Здравствуйте! Вы первый раз участвуете в Великой полке или уже, скажем так, не первый? Нет. В этой акции я участвую не первый раз. Это ежегодно традиционная акция, в которой я принимаю участие. Но сегодня особенное событие. Почему? Потому что сегодня я пришел сюда вместе с нашими курсантами, курсантами-летчиками Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. И курсанты несут фотографии тех летчиков, самолеты которых не вернулись из воздушных сражений и были найдены поисковыми группами Кубани на территории Краснодарского края. Самолеты были опознаны, опознаны экипажи, определены фамилии летчиков, определено последнее задание, которое они выполняли. И сегодня 20 курсантов несут фотографии тех летчиков, которые были найдены в последние годы. Таким образом, конечно, есть, прежде всего, связь поколений. И, вы знаете, может быть, немножко такая высокая фраза, но вот эти летчики времен Великой Отечественной войны, благодаря курсантам-летчикам, сегодня с нами опять в одном строю. И можно сказать, что не только подвиг их бессмертен, но и имена их определены. С праздником вас! Спасибо вам большое! Поздравляю еще раз всех с праздником! С днем Великой Победы! Сегодня здесь очень много людей, мы со многими из них будем еще разговаривать. Спасибо, Иван! Наш коллега Иван Волошин работает в самом сердце кубанской столицы. Мы, конечно, тоже присоединяемся к поздравлениям. Не устаем рассказывать о подготовке к шествию Бессмертного полка, которая начнется с минуты на минут. Ну а как наши коллеги сообщают с улицы Красной, Бессмертный полк, акция Бессмертный полк начала свое шествие. И мы с нетерпением ждем прямой картинки, которую будем показывать, будем транслировать. А вот она появилась уже. Да, это еще, видимо, идут сборы, но основная масса людей уже отправилась по маршруту Бессмертного полка. Ну а сейчас мы готовы передать слово нашей коллеге. Наталья Клещева работает среди наших корреспондентов, среди всей этой массы людей, с которыми хочется, конечно, пообщаться, узнать их настроение, узнать их истории и выслушать, конечно, поздравления к этому великому празднику. Да, добрый день, Маша, Денис, с праздником, с Днем Победы. Сегодня именно так все друг друга приветствуют. Кубань присоединилась ко всероссийской патриотической акции Бессмертный полк. Это Краснодар, главная улица, улица Красная. Сегодня здесь идут сотни человек с портретами своих героев в руках. Вот несколько таких историй мы сейчас узнаем. Здравствуй, как тебя зовут? Полина. Полина, откуда ты приехала? Краснодар? Да. А кто у тебя в руках? Чья это фотография? Чья? Это мой прадед, Углевич Степан Николаевич. Начал свой боевой путь. Он в станице Медведовской, дошел до Берлина, получил орден Красной Звезды. Так хорошо, что ты помнишь все о своем дедушке. Кто тебе рассказал эту историю? Бабушка, дедушка, мама, папа. Как у вас вообще в семье относятся к этому празднику? Какие у тебя сегодня впечатления, чувства, эмоции? Я очень гордаю свой город, свою страну, своих прадедов, всех людей. Почему нужно участвовать в таком шествии, как Бессмертный полк? Как ты считаешь? Чтобы помнить своих предков, не забывать такой подвиг. Ты молодец, что сегодня пришла с портретом. Дальше еще поговорим. Давайте знакомиться. Меня зовут Виктория. Виктория. Чьи фотографии у вас в руке? Это мой прадедушка Носов Константин Семенович. Уроженец Кубани. Родился он 27 декабря 1918 года. Имеет много наград. Один из орденов получил за восстановление связи при освобождении Польши. Погиб он в городе Краснодаре уже в мирное время. Скончался от ожогов, спасая соседа во время пожара. В возрасте 76 лет. То есть подвиг еще и в мирное время, получается, совершил. У тебя в руках ландыши. Кому они? Для кого? Для ветеранов. Это тоже такая традиция сегодня? Да, будем дарить цветы ветеранам. Ну еще давайте поговорим с вами. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Дарья. Даша, вы участвуете в бессмертном полку. С чьей фотографией пойдете? Это мой прадед Гусарь Василий Александрович. Он родился 25 ноября 1921 года. Когда он ушел на войну? Сколько ему лет было, знаете? Ну, ему было 19 лет. Совсем юный, да? Он был призван в армию 22 июня 1941 года. Служил в 304-й стрелковой дивизии 4-го украинского фронта. Прошел всю войну. Также был разведчиком. Откуда так подробно знаете про дедушку своего? Об этом мне рассказала моя прабабушка. У вас вообще в семье поддерживают традиции историческую память о своих предках? Да. А нужно ли участвовать в таких патриотических акциях? И почему вы сегодня здесь? Ну, я думаю, участвуя в акции «Бессмертный полк», мы отдаем дань уважения своим дедам и прадедам, которые отдавали свою жизнь, чтобы мы не знали всех ужасов войны и жили под мирным небом. Спасибо большое. Я хочу сказать, что мы еще через некоторое время снова будет включение у нас с «Бессмертного полка». Маша Денис на связи. Спасибо, Наталья. Продолжаем мы рассказывать о том, как празднует День Победы Кубанская столица и другие города Краснодарского края. Ну, мы, конечно же, ждем, когда акция «Бессмертный полк» дойдет до Театральной площади. Покажем вам прямую картинку. Будем работать в прямом эфире, впрочем, как и всегда. А пока немного статистики. В акции «Бессмертный полк» в Крае в этом году принимает участие 150 кубанских городов и поселений. На Кубане в патриотической акции собираются принять участие, уже принимают участие 500 тысяч человек. В Краснодаре колонна стартует, движется уже по улице Красной, гимназической. По предварительным подсчетам должно быть около 100 тысяч человек. Ну, а как оно будет на самом деле, узнаем через пару минут. «Бессмертный полк» напомнили, что это народная акция, которая объединяет истории тысяч семей нашей страны. А сейчас слово Ивану Волошину, который работает на «Красной». Мы находимся в колонне «Бессмертного полка». Сегодня сюда со всех концов города, может быть, со всех концов Краснодарского края, стекаются люди с портретами своих родственников, отцов, дедов. Либо с портретами друзей, однополчан, которые служили в Великой Отечественной войне. Многие из них, к сожалению, не вернулись с полей сражений, но многие дошли до Берлина и принесли на своих, можно сказать, плечах победу нашему народу. У нас здесь люди, которые готовы рассказать свои истории. Давайте их послушаем. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вы с чьим портретом? Это мой отец, ее дед, воевал в Ростове-на-Дону в городе с немецкими фашистами. И пуля попала в руку, и в Ростове, в Саратове в госпитале лежал, орденами наградили победой. Вот и мы пришли деду. Деду спасибо, деду за победу. Привет. Молодец. Скажите, пожалуйста, а вы вот, Александр Михайлович, он кем вам приходится? Он мне приходится дедушкой. Вот, воевал от Курской дуги до Восточной Пруссии, прошел. Ранения получал, лежал в госпитале, прошел всю войну, закончил там. Понятно. Скажи, пожалуйста, кто у тебя на портрете, на фотографии? Дедушка Леня. Дедушка Леня? Ты сегодня, сегодня как у тебя настроение? Хорошо. Хорошее? Отлично. Скажите, пожалуйста, вот вы, это ваш родственник? Да. Это мой дедушка, он прошел финскую кампанию первую, потом был летчиком в Великую Отечественную войну, имеет орден Красного Знамени и другие медали. Не прятался за спины товарищей, а вел всех в бой. Спасибо. Спасибо. Ваша история, пожалуйста. У нас, у меня две истории. Вот мы с семьей пришли. Вот это мой папа, он воевал в Севастополе. Был старший военный техник, лейтенант 10-го отдельного морской пехоты батальон. Вот так скажем. Он погиб, защищая на Херсонесе, защищая маяк. Вернее, он не погиб, он пропал без вести. Бои были очень трудные, вот отбиваться было особо нечем. И, как говорили его однополчане, видели, он погружал под его командованием. Последние катера отходили с военными ранеными. И он сохранял этот порядок на погружении. Самых тяжелых раненых вывозили катером, потому что это был последний. А потом он отбивался раненый, лежа с пулеметом. Дальше история его жизни. Получили извещение, что он пропал без вести. Искали во всех центральных архивах, но судьба его неизвестна. А это чей портрет? Это портрет моего свекра. Это Максименко Трофим Григорьевич, старший лейтенант военной техники. А это Дарма Иван Андреевич. Он защищал Ростов. Он рядовой солдат. Был раненый, приезжал в отпуск. Потом снова на недельку. Потом снова ушел воевать. Были тяжелые бои в Ростове. Там все, земля и небо было смешано в одно целое. Он был ранен. Лежал в госпитале, и там умер от ран. Похоронен в село Кирилловка Ростовской области. Поисковики нашли и обещали его имя записать на стелик. Вот это наша история. Это проправнук. Это проправнучка. Это невесточка. И где-то мой племянник отошел. Жалко. Понятно. С праздником вас. Спасибо. С праздником. А у вас чья фотография? Это мой дед по линии отца. Харин Семен Андреевич. Гвардии. Младший сержант. 83-й гвардейский минометный полк. Знаменитый Катюша. Призван 19 лет. В 42-м году воевал на Воронежском фронте. Второй украинский. Первый белорусский. Второй белорусский. Прошел всю войну. Демобилизован в 46-м. И после войны в мирное время уже преподавал в Семиплатинском зооветинституте. Ну, в 91-м году уже скончался. Поэтому память всегда с нами. Понятно. Спасибо вам большое. Еще раз с праздником всех. С праздником я поздравляю всех наших телезрителей. Но мы на этом свою работу не заканчиваем. Также будем слушать истории людей, которые сегодня собрались здесь и шагают в строю бессмертного полка. Миллионы историй по всей стране, о которых стоит рассказывать. Но сами за себя говорят кадры, которые мы сейчас получаем с улицы Красной. Вот это знамя победы, которое несут студенты, школьники, это все открывает с собой шествие бессмертного полка. Вот так выглядит его, скажем так, передняя часть, его фронтальная часть. Затем мы видим штандарты Первого Белорусского фронта. Под ними, это, кстати, новшество этого года, под штандартами разных фронтов идут сегодня потомки победителей, потомки героев. Они несут фотографии своих отцов, дедов и прадедов. Да, обратите внимание, как много людей сегодня. Очень много людей. Я думаю, что оценивать сейчас бессмысленно, пытаться подводить какие-то подсчеты, озвучивать цифры не имеет никакого смысла. Картинка говорит сама за себя. В любом случае, это самая масштабная, самая массовая акция, которую я только могу себе представить. Отличная погода способствует тому, чтобы все прошло замечательно. Да, очень повезло. Небо хмурилось с утра, и вот выглянуло солнышко. Мы будем продолжать показывать картинку с шествия бессмертного полка. Ну а сейчас дадим слово нашим корреспондентам, которые общаются с людьми на улицах. Павел Кузнецов на связи. Павел. Здравствуйте еще раз, коллеги. Бессмертный пол буквально три минуты назад дошел до нас. Вот сейчас мы видим, как огромная людская река с портретами своих героев проходит мимо нас. Коллеги, я не знаю, есть ли у вас информация по количеству участников, но уверен, что сейчас это почитать их невозможно. Кто-то потому что пришел сюда регистрируясь на сайте, кто-то просто по зову сердца. Я думаю, почитать их сейчас невозможно. Многие люди пришли сюда с портретами и с не одним портретом, а с целыми семьями. И я предлагаю сейчас послушать еще немного истории тех людей, которые ковали эту великую победу. Здравствуйте. У вас, я вижу, два портрета. Кто эти люди? У меня не два, у меня их четыре. Четыре портрета. Рассказывайте, кто эти люди? Это мой отец. Мой отец Махной Николай Григорьевич. Он с первого дня войны и на японскую его еще отправляли. Но он умер до того, как стали давать звание участник войны. Вот это отец моего старшего брата, Полинский Степан Митрофанович. Он умер в январе 1942 года, погиб, погиб политрук Советской Армии. А вот через шесть месяцев родился мой брат, который никогда не видел своего отца. Но его воспитал мой отец. Воспитал хорошим человеком и он стал офицером Советской Армии. А здесь у меня мой родной дядя. Два ордена... Как зовут дядя? Давайте на всю страну скажем. Шустро Илья Егорович. Ему 93 года. В июле 94 уже будет. И сегодня он празднует День Победы. Один единственный участник войны в городе Сегежа. Ну как замечательно. Давайте его поздравим. Давайте можете поздравить с телеэкранов. С Днем Победы, мой дорогой дядя Илюша. Мы все тебя любим, ценим, уважаем. Доброго тебе здоровья. Спасибо большое. Спасибо вас с праздником. Давайте обратим внимание, что люди, огромный людской поток, людская река, они поют песни, кричат «Ура!». И я хочу сейчас, чтобы мы послушали еще одну историю. Вот к нам пришел... Здравствуйте, как вас зовут? Я знаю, что вам тяжело ходить, но вы все равно пришли сюда для того, чтобы поздравить всех с праздником. Вячеслав Иванович, мой отец, Иван Максимович Руденко, погиб в 43-м году, в конце 43-го года под Ржевом. Я хочу в сегодняшний день поздравить всех ветеранов войны с таким большим, огромным нашим праздником. И пожелать им крепкого и крепкого здоровья. Давайте покажем крупно, я попрошу оператора, чтобы мы показали крупно лица ваших героев. Давайте назовем их имена. Руденко Иван Максимович. Спасибо большое, с праздником у вас. У нас здесь огромное количество желающих рассказать свои героические истории. Давайте дадим шанс, если всем, хотя бы некоторым. Здравствуйте, как вас зовут, с кем вы пришли? Я Травченко Галина Семеновна. Это мой папа. Он воевал на 3-м Украинском фронте. Вот здесь, это выписка из его наградного листа Министерства обороны из архива. Сейчас его уже нет, он умер. Он воевал в 83-й отдельной стрелковой дивизии. Имеет медаль за отвагу. Здесь описан его подвиг. Папа, тебя нет, но мы никогда не забудем твой подвиг. Спасибо, с праздником. С кем вы пришли сюда? Это моя соседка. С сестрой, да, здравствуйте. С соседка. А соседка, соседка, здравствуйте. Расскажите, кто ваш герой? Это мой дядя, который ушел на войну и очень рано погиб. 19 лет всего было ему. Он погиб при обороне Крыма. В Геленджике он был отправлен в госпиталь. В госпитале он умер. И в Геленджике его есть на стеле написано фамилия, имя, отчество. Спасибо, с праздником вас, спасибо, что помните. Коллеги, я хочу передавать вам слово, но те чувства, с которыми я здесь нахожусь, на самом деле непередаваемые. Это волшебные ощущения, да еще и погода такая замечательная. Люди идут, их огромное количество, и у всех хорошее настроение, праздничное. Тем более, День Победы все-таки. Коллеги, передаю вам слово. Спасибо, Павел Кузнецов. Спасибо, Павел. В связи с нами действительно чувство единения, патриотизма просто зашкаливает. Ах, как хотелось бы присоединиться к акции. Да, Денис, это точно. Я бы тоже с удовольствием прошла бы с портретом своих предков. Мне кажется, очень знаменательно, очень знаково то, как люди чувствуют себя в этот день в общей массе, с единым настроением, с духом патриотизма. Шагает. Да, на самом деле энергетика чувствуется даже отсюда. Я не представляю, что творится там. Так давайте сейчас узнаем. Наталья Крещева, она общается с людьми, которые принимают участие сегодня в праздничном параде в шествии Бессмертного полка. На связи с нами Наталья, ей слово. Да, коллеги, у нас снова включение с улицы Красной, с Бессмертного полка. И сейчас мы расскажем новые истории героев. Здравствуйте. Как вас зовут? Андрей Владимирович. Андрей Владимирович, чей портрет у вас в руке? Моего отца. Вашего отца. Где воевал он, расскажите. Воевал, погиб под Одессой. Призвался в августе месяце 41-го и в октябре погиб. Бессмертный полк вы только в этом году участвовать решили? Да. В первый раз участвуете. Какие у вас сегодня ощущения, чувства, эмоции? Да вообще, слезы на глаза. Спасибо всем. Очень волнуюсь. Спасибо. Необходима акция, скажите. Да, очень. Иди машины. Это вообще самое лучшее, что можно придумать. Вот это Бессмертный полк, это что-то самое необыкновенное. Это очень правильно, умно. Чтобы все знали, видели. И мы своих родителей пронесем, чтобы они видели, как мы теперь живем. А вы из Краснодара, скажите. Вы вместе, да? Это ваш... Ну, мой северкар, значит. Северкар наш, да? Спасибо, что поддерживаете эту акцию. Поговорим с следующими героями. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Валентина Петровна. Это мой дед. Он был призван в 42-м году Акмолинским РВК и погиб в 42-м году. Пропал без вести. Их в марте призвали, а уже в августе пришло известие, что он пропал без вести на Киевском фронте. Победу уже не встретил, да? Конечно, нет. Но сейчас это ваш долг, ваша память? Как вы считаете? Естественно, это мой долг. Это, ну, даже не описать словами, как хотелось бы найти, где он похоронен хотя бы. Потому что это была 160-я дивизия казахстанская, которая целый состав был привезен, и их тут же разбомбили. Волнительно сегодня будет идти. Волнительно, очень волнительно. Спасибо большое, что есть такая акция. Огромное спасибо. Спасибо большое. Давайте с вами поговорим. Виктор Анатольевич зовут меня. Здравствуйте, Виктор Анатольевич. Мой отец застал последние дни войны, он 28-го года рождения. Так что практически воевать не довелось, но было. Насколько нужна в соединениях? На Балтике. Конечно, нужна. Конечно, нужна. А что дает людям это, скажите? Ну, я так понимаю, это память, которую нельзя забывать. Я так понимаю, что и много песен у нас поется. История наша, наша сила. И в единстве наша сила. Единство поколений, это связь поколений. То, что необходимо сейчас и молодым, и нам. Какие награды имеет ваш родственник, скажите? Да у него только медали. Это буквально те юбилейные медали, которые давались участникам Великой Отечественной войны. Что для вас День Победы, лично для вас? Для меня это святой праздник. Я сам отслужил 30 лет в родине. Поэтому для меня это святой праздник. Всегда был и всегда останется. Днем Победы вас еще раз. Давайте молодое поколение спросим. Здравствуй, как тебя зовут? Здравствуйте, меня зовут Вячеслав. Вячеслав, рассказывай, чуть повыше подними портрет, чтобы все увидели, как ты готовился к сегодняшнему дню. Сам распечатывал? Этот портрет у меня давно. В прошлом году он тоже участвовал в бессмертном полку. Это мой дедушка Георгий Синецкий Николаевич. В 2009 году он умер, так что его я еще успел застать. Что рассказывал тебе дедушка? Ты спрашивала его про войну? Ну, в таком возрасте я еще особо не понимал, не помнил. Но моя прабабушка, которая еще живет, и бабушка с дедушкой рассказывает мне о его подвигах. Какие-то были ранения у деда? Какие-то рассказывали тебе о нем? О каких боях? Да, было ранение в бок. И после чего он достал меня в госпиталь, но продолжит воевать. Спасибо. Спасибо, что ты сегодня в этой акции участвуешь. Давайте еще с вами познакомимся. Как вас зовут? Меня зовут Дмитрий Юрьевич. У вас два... Это два моих деда и еще дед моей жены. Дед Прокофьев, я его хорошо помню, мне было 20 лет, когда он умер. Он провоевал всю войну до 1947 года. В инженерных войсках сначала строил оборонительные сооружения, потом восстанавливал Западную Украину. У вас была возможность поговорить воочию, уже в осознанном возрасте. Что вы запомнили из рассказов? Он был очень сдержан в своих рассказах, но я просто помню, по ночам кричал, воевал. Вот это я точно помню хорошо. Долго не отпускала война, получается, да? Да, это было. Второй дед, он оборонял Москву, получил тяжелые ранения, был комиссован и после войны умер от ранений. Ну скажите, сегодня вы с каким чувством уйдете? Все-таки с горестью или с радостью? Знаете, у меня двое сыновей, и оба, в принципе, призывного возраста. И, конечно же, не хотелось, чтобы им досталась такая же доля. Но в то же время хотелось, чтобы они с гордостью вспоминали про своих прадедов. Спасибо. Ну мы еще раз всех-всех поздравляем с праздником, с Днем Победы. И чуть позже еще выйдем на связь. Коллеги. Спасибо, Наталья. Это была Наталья Клещева, как и многие другие наши корреспонденты, работает сегодня в самом центре, в самом сердце Кубанской столицы. Рассказывает истории людей, которые приняли участие в акции «Бессмертный полк». Акция продолжается, как мы видим. Люди идут и несут портреты своих героев. Если сказать... Просто река людей, правда. Вот, Вениамин Иванович Кондратьев. Наш губернатор тоже принимает участие в памятной акции, фотографируется, как мы видим, с участниками. Ну и я лишь напомню, что по уже сложившейся традиции в этом году шествие проходит 9 мая во всех муниципальных образованиях Краснодарского края. И с каждым годом эта акция набирает все большую популярность, выходя все больше и больше на международный уровень. Да, вот и сон Геннадия Иванова приснился, правда. Мог ли он подумать, что это выльется вот в такую акцию. Да, отлично, отлично проходит масштаб единения, чувство гордости и патриотизма берут и нас в студии, и я думаю, что всех участников этого шествия. Как много портретов, как много людей. Ты посмотри, шествие не собирается заканчивать. Уже более 10 минут, по-моему, шагают люди, и они продолжают идти. Я думаю, что это тянет на рекорд. Мы, конечно, всех посчитаем и узнаем, сколько людей приняло участие в шествии по Краснодару и в целом по Краснодарскому краю. Но все цифры потом. Главное сейчас это настроение, это дух, это праздник победы, который мы сегодня отмечаем и с которым мы поздравляем всех зрителей нашего телеканала. У нас на связи Иван Волошин. Передаем ему слово. Он сейчас работает. Вот он, Иван. Передаем слово тебе, Иван. Мы находимся в строю бессмертного полка. Я поздравляю еще раз всех наших телезрителей и тех моих коллег, которые работают в студии и в городе с праздником, с Днем Великой Победы. Мы находимся в строю, еще раз повторю, бессмертного полка в центре Краснодара, где люди проходят колоннами с портретами своих родственников, друзей, однополчан своих родственников, которые воевали плечом к ключу, либо в разных дивизиях, полках и разных сражениях. Но, тем не менее, сегодня они все вместе, единым порывом, можно сказать, плечом к плечу, в одном строю бессмертного полка Краснодара. Расскажите, пожалуйста, свои истории. Давайте с вас начнем. Ольга Николаевна меня зовут. Мне хотелось бы рассказать о своем дедушке Кондратенко Петре Ивана Петровича, уроженце станицы Кластуновской. Он был машинистом локомотива под городом Ейском. С первых дней он начал свой боевой путь под городом Ейском в 1943 году. Получил ранение, потерял глаз, был демобилизован. Понятно. С праздником вас. Спасибо. Скажи, пожалуйста, у тебя чей портрет? У меня портрет моего прадеда. Его звали Костовский Анатолий Яковлевич. Он попал в плен с Германией и там же умер. Понятно. Кто у вас родственник? Кем вас приходится Михаил Сергеевич? Мой прадед. Он родился в 1920 году в станице Хомской. Отличился при форсировании Днепра, за что и был удостоен звания Герой Советского Союза. Ясно. Здравствуйте. С праздником вас. А вы с чем портретом? Это мой прадедушка Рыбалкин Григорий Тимофеевич. С 1907 года рождения. В 1985 году он получил орден Отечественной войны. Освобождал Украину, Молдавию, воевал в Румынии. Здравствуйте. С праздником вас. Вы сегодня от строя бессмертного полка с чьим портретом? Это мой прадед Миронец Федор Григорьевич. Он родился 7 февраля 1910 года. До войны он был в артиллерийском полку в городе Краснодаре. Он ушел во фронт в начале войны, служил поваром. В 1942 году он попал в Плин под городом Харьков. А в 1945 в мае был освобожден в Норвегии. Понятно. С праздником вас. Здравствуй. Скажи, пожалуйста, чей портрет у тебя, чья фотография? Моего прадедушки. Его зовут... Это мой дедушка, Оксанин прадедушка. Его зовут Богатенко Петр Сергеевич. Начинал воевать в Финскую, воевал в Великую Отечественную войну. Войну закончил на Дальнем Востоке. И сегодня достойную вахту в городе Севастополь пронес его правнук Володя. Он учится в президентском кадетском училище. Это очень здорово, что вы сегодня здесь. Как тебе сегодня здесь? Настроение? Нравится тебе? Да, нравится. Ты первый раз? Да. Первый раз? Вместе с мамой, да, пришла? Да. Понятно. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, чей у вас спорт? Это мой дедушка, который пропал весь в этих боях под Смоленском. Прошел совсем немного, но он отдал жизнь за нашу Родину. И я думаю, что акция «Бессмертный Бог» – это бессмертная акция. Она потому что идет от сердца, от души каждого из нас. Спасибо. Так и есть. С праздником у вас. Скажите, пожалуйста, вы с чем портретом? Максим Васильевич – это кто? Мой папа. Это фотографии 1945 года. Он пришел 27 лет, воевал 8 лет, 3 года финская, 5 лет войны. Вот сегодня дожились мы дойти до этих встреч. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Я еще раз поздравляю всех с Днем Победы. Мы с вами еще обязательно увидимся и послушаем историю людей, которые здесь сегодня собрались для того, чтобы вместе с портретами своих родственников пройти в одном строю бессмертного полка в городе Краснодар. Спасибо, Иван. Будем ждать ваших прямых включений. И как нам передают наши корреспонденты, бессмертный полк уже подходит к вечному огню. Да, отдельно хочу сказать о красном знамени, которое вы видите. Очень много копий. Это то самое знамя Победы, выдруженное 1 мая 1945 года на крыше здания Рейстага в городе Берлине. Военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантарием. Шествие бессмертного полка продолжается в Краснодаре. Шагает полка и по всему миру. Десятки стран, сотни городов и миллионы участников по всем странам и городам. Шествие объединяет людей самых разных поколений, профессий. Дети, внуки и правнуки. Герои в Победы выходят на улицы с фотографиями и портретами своих родных. Участников Великой Отечественной войны. Картинку получаем мы сейчас с Вечного Огня. Да, как мы видим, бессмертный полк пришел к посту номер один. Сейчас будут возлагать цветы все, кто поучаствовали в этой акции. Вы слышите, как люди приветствуют друг друга, кричат «Ура!». И знамя Победы, Машенька, о котором ты только что говорила, вот сейчас его заносят, да, как раз к Вечному Огню. Вот эти кадры. Прямой эфир телеканала «Кубань-24». То, что вы видите, происходит прямо сейчас, в эту секунду в Краснодаре. 72 человека несут Знамя Победы. Еще гораздо больше людей участвуют, принимают участие в шествии бессмертного полка. И сейчас все они дружно, в едином порыве, в одном настроении, приподнятом, конечно, настроении, подходят к Вечному Огню. Ну, а мы ждем, конечно, больше прямых включений от наших корреспондентов, которые работают сейчас на улицах Кубанской столицы. Сейчас наши корреспонденты общаются с людьми, которые приняли участие, которые несут портреты своих героев, ветеранов Великой Отечественной войны. И кто может рассказать нам о событиях, которые сейчас происходят? Павел Кузнецов. Павел Кузнецов, мне подсказывает, у нас на связи. Паша, сейчас с ним устанавливаем связь. Сейчас он тоже, видимо, в числе участников акции подходит к Вечному Огню и расскажет с минуты на минуту о том, что же происходит там. Какие действия будут разворачиваться на посту номер один. Да, пока мы с вами можем полюбоваться знаменем. Потрясающе. Потрясающе. Дети, которые приняли участие. Да, огромная георгиевская лента растянута по периметру того, как стали люди. Люди выстраиваются. И мы готовы, да, передать слово нашему коллеге. Павел Кузнецов, тебе слово. Да, коллеги, спасибо. Я нахожусь на театральной площади. Здесь продолжается акция «Бессмертный полк». Огромное количество людей идут с портретами своих героев. И вот хотелось бы процитировать по мнению нашего великого поэта Константина Михайловича Симонова. Говорить о ней трудно, говорил он. И говорить о ней только как о чем-то парадном, торжественном и легком деле нельзя. Это будет ложью. Писать только о тяжелых днях и ночах, только о грязи окопов и холоде сугробов, только о смерти и крови. Это тоже значит лгать, ибо все это есть, но говорить только об этом, значит забывать о душе, о сердце человека, сражающемся в этой войне. И вот, как мне кажется, именно эта акция, именно День Победы, именно акция «Бессмертный полк» призывает нас вспомнить о человеке, который ценой своей жизнью, ценой своего, может быть, своих каких-то потерь, он сумел для всех нас добыть так необходимую нам победу. И я бы хотел, вот посмотрите, давайте еще раз посмотрим на все эти лица героев, которые смотрят нас с этих портретов, и поинтересоваться, например, у младшего поколения. Здравствуй. Ты, наверное, несешь своего героя, не стесняйся. Застесняйся. Может быть, родители помогут нам. Да, мы несем портреты героев наших дедушек и бабушек и приучаем детей своих. Давайте назовем имена. Значит, вот на этой фотографии мой дедушка Гультяев Василий Григорьевич. Ой, Григорьевич, извините. Вот. На этой фотографии девочка, погибшая под топсы, милочка Лысенко. Она была санинструктором и с поля боя вынесла в день, когда она погибла, более 20 человек, раненых наших бойцов. Вот. И бабушка моя, муж такова Матрёна Лукьяновна, трудженица тыла, ковала победа в тылу. Спасибо большое. Спасибо, что помните. Храните память. С праздника вас. Спасибо большое. У нас здесь огромное количество людей. Я думаю, многие хотели бы рассказать свои героические истории. Может быть, вы расскажете. Кого вы нести? С кем вы пришли? Прадед. Мой прадед. Как зовут? Георгий Яковлевич Макемнин. Что же я вам скажу? Что вы знаете о нем? Расскажите его историю. Я очень много на самом деле о нем знал. Он дошел до Берлина. Он был гвардией подполковник. Он за всю войну сделал очень много операций. Более, по-моему, 5000. Да около даже 5000. Медицинская служба. 63-й отдельный медико-санитарный батальон Забайкальской краснознаменной дивизии. Давайте еще раз назовем имя и попрошу оператора показать крупную. Макемнин Георгий Яковлевич. Гвардии подполковник. Спасибо большое. Спасибо, что храните память. Ура. Вы знаете, что быть здесь сейчас это огромная честь, наверное, и непередаваемое ощущение, потому что люди... Эта война, этот день объединил огромное количество людей. И, наверное, это не праздновать слова, что все семьи так или иначе затронула эта война. И мне кажется, что все, что здесь происходит сейчас, это доказательство того, что никто не забыто, ничто не забыто. И я хочу обратиться ко всем, у кого еще деды, отцы, прадеды, те, которые были героями этой войны, еще живы. Не забывать о них не только в День Победы, а еще и просто в обычные дни. Им это так и нужно. Я поздравляю всех от имени своего, от имени нашей съемочной группы с этим праздником, Днем Победы. И желаю всего наилучшего. С Днем Победы. Ура. Ура. Спасибо, Павел. Спасибо. Павел Кузнецов был на связи с нами. Вы можете представить бессмертный Плечного огня, а Павел Кузнецов, который работает на Театральной площади, люди все еще идут. И это шествие, мне кажется, будет продолжаться еще не один час. Он в центре колонны примерно находится, правда? Да, это отлично. Вот сейчас мы будем показывать картинку непосредственно с Вечного огня, где сейчас происходит возложение цветов. цветов героям, памяти героям, которые отдали жизни свои ради мира на земле, ради, как это банально не звучало, ради мирного неба над нашей головой. Акция продолжается и сложно оценивать, сколько людей принимает в ней участие. Да, это, в общем-то, и не важно. Совершенно не важно, правда. Главное, что есть настроение, главное, что есть единение. И эта акция продолжается, и с каждым годом она набирает все большую и большую популярность. Главное, что дети, внуки и правнуки тех героев имеют возможность присоединиться к этой акции и узнать больше о героях, которые тогда, в годы Великой Отечественной войны, своим трудом добывали эту победу. Не побоялись выйти и противостоять фашизму. Ты знаешь, я смотрю, у меня мурашки просто выйти. Да, это событие, с которым просто нет равных. Обрати внимание, Денис. Да, это замечательный, замечательный. Маленький танкист. Танкисты, которые машут нам рукой. Ребята, с праздником вас, с Днем Победы. Вот для них, для них это особенно важно. Я думаю, что сейчас в этом возрасте закладываются основы того самого воспитания, которое нам так нужно проявлять, так нужно воспитывать в подрастающем поколении. Помнить и чтить тех героев, которые отдавали свои жизни на фронтах сражений. А полк все идет. Полк будет идти еще не один час, наверное. Очень много людей, очень много людей принимают участие. Мы видим, что они идут с фотографиями, с флагами Красной Армии, с флагами Российской Федерации. Знамя Победы. Знамя Победы, конечно же. Все эти атрибуты 9 мая, георгиевские ленточки, пилотки. Все это память, все это, конечно, те самые атрибуты, которые напоминают нам о подвиге. А вот у нас картинка. Которые нельзя забывать. Появилась картинка. Картинка, да. Вечный огонь. Люди возлагают цветы, люди обходят вечный огонь, отдавая дань памяти героям, которые участвовали в событиях тех лет. Ну, а наш эфир, праздничный эфир продолжается. Мы будем, конечно, держать вас в курсе событий, будем рассказывать о том, что происходит. Памятные акции проходят сегодня во многих городах и странах мира, конечно же. Не стоит об этом забывать. Поздравляем всех с Днем Победы. Присоединяемся к поздравлениям тех, кто поздравляет участников, находясь в самом центре Краснодара. А сейчас мы опять видим картинку, как продолжает шествие Бессмертный полк. Множество портретов, множество людей, которые... Людей в этом году, да, очень много. Да, и опять же, знамена Победы, все это продолжается и будет продолжаться еще долго. И, Маш, ты можешь себе представить, что мы получаем картинку только с центральной улицы Краснодара? А ведь сколько таких акций по Краснодарскому краю? Во многих муниципалитетах эта акция проходит. И еще больше в каждом городе. В этом году она еще более масштабная получилась, потому что невероятное количество людей. И отрадно, что год от года все больше и больше людей находят портреты своих героев, находят их истории и готовы ими делиться. И мы, конечно, будем рассказывать о них в нашем эфире. Да, будем возвращаться. Да, и снова мы видим Бессмертный полк. Люди идут с портретами. Акция продолжается. И, как говорят сами организаторы, Бессмертный полк России шагает в будущее, опираясь на великое прошлое. Его задача увековечивание подвига солдат Великой Отечественной войны, сохранение памяти о доблести и героизме народа, осмысление опыта предков, восстановление преемственности поколений. А главное, возвращение чувства сопричастности человека и его семьи, истории Родины. Да, акция Бессмертный полк проходит во всех муниципальных образованиях Краснодарского края. Одной из особенностей шествия стало изготовление арт-объекта в форме звезды логотипа Бессмертного полка. Одна из звезд возглавляет шествие 9 мая в краевой столице. Вторая установлена на улице Краснодара. Каждый год чем-то новым превозносится эта акция. Появляются новые традиции, новые знания, новые участники, конечно же. Их все больше и больше с каждым годом. И вот мы видим картинку всех возрастов поколений. Люди участвуют, принимают участие здесь в едином порыве. Независимо от своих профессий, взглядов политических и любых других взглядов на жизнь, они все вместе в едином потоке. А погода замечательная какая. Погода, как всегда. В Кубани она у нас очень-очень помогла. Ну а сейчас мы передаем слово нашей коллеге Наталье Клещевой. Она готова рассказать о том, что происходит на Красной. Маша, Денис, мы по-прежнему работаем на улице Красной. Это Бессмертный полк. Патриотическая акция, которая присоединилась и Кубань. И вот у нас есть новые герои. Сейчас мы услышим новые истории о фронтовиках. Здравствуй, как тебя зовут? Саша. Саша, с кем ты пришел сегодня? Кто это, скажи, дедушка или прадедушка? Прадедушка. Прадедушка. Что ты знаешь про него? Моего дедушку зовут Решетко Вадим Иванович. Он был сапером. И ему подорвало руку на войне. Да ты что? И он стал миной. Миной подорвало руку ему на войне. И он стал инвалидом. Ты помнишь своего прадедушку? Застал его, нет? Или тебе про него только рассказывали? Мне про него рассказывали, и я его, честно говоря, не видел. А почему ты так одет сегодня? Ну, ведь праздник же. Праздник же? А что это у тебя за медалька? Это не медалька, это обычный значок. А что значит Георгиевская лента, ты знаешь? Почему ты ее называешь? Это память о прадедах. Молодец. Мы тебя поздравляем еще раз с праздником. Хорошо, что ты сегодня здесь. Давайте мы поговорим дальше вот с тобой. Как тебя зовут? Меня зовут Тина. Покажи, пожалуйста, с кем ты пришла? Кто твой герой? Это мой... Дедушка и прадедушка. Это мой прадедушка, Афанасьев Сергей Афанасьевич. Он дошел до Берлина. До Берлина дошел? А еще что знаешь о нем? Где воевал? Какие награды имеешь? Награды не знаю. Не знаешь? А почему ты сегодня здесь участвуешь? Что это для тебя значит? Это память о всех погибших, наших родственников. То, что они отдали свои жизни ради победы нашей. Спасибо. Давайте узнаем вашу историю. Как вас зовут? Меня зовут Олег. Это мои дети. Мы пришли на эту акцию в этом году впервые. Но вот вчера быстренько соорудили вот эти рамки. Сделали под игр сами, конечно, собственными руками. И пришли отдать долг свой своим родственникам, нашим дедушке, прадедушке. Моему дедушке, прадедушке. Для них это прапрадедушка, которые прошли всю войну. И деткам тоже нужно рассказывать и увлекать их в подготовку к этой акции? Мы пока шли здесь. Я им рассказывал о наших предках, о их подвиге. Как они воевали, где воевали. Все-таки это есть время. Расскажите, где воевали какие-то яркие моменты. Что вы запомнили? Про дедушка Сергея. Он дошел до Берлина. Действительно, у него есть грамота, награждение от Сталина. Да, вы что? Да. Мы ее, к сожалению, не распечатали. На следующий год обязательно распечатаем. И он прошел всю войну, но, к сожалению, после войны умер от туберкулеза. Спасибо вам за то, что вы здесь. Продолжаете поддерживать память и чтите память. Спасибо вам за то, что это поддерживаю. Вот еще у нас малыш есть. Здравствуй. Ты будешь с нами разговаривать? Как тебя зовут? Не слышно совсем. Может быть, поможете? Ваш? Нет. Нет, не ваш? Нет. Непонятно. Ну, видим ваш портрет. Расскажите, чей портрет держит? Это портрет нашего дедушки, моего дедушки. Вашего дедушки, да? Расскажите, где он воевал? Какое звание было? Пулеметчик был. А вот дальше ничего не могу сказать. Уже давно никого нет в живых, поэтому... Как прошел войну? Были ли ранения? Были ранения, да. Серьезные были ранения, но в итоге уже дедушки нет, и уже никого нет, у кого спросить. Это первое шествие для вас? Да. Первое шествие. А малыш выдержит так долго идти? Да. Думаю, что выдержит. Был подготовлен. Как думаете, детям зачем нужна эта акция? Зачем она нужна? Чтобы гордились победой, что не зря наши деды и бабушки воевали, что прошли такой тяжелый путь, и думаю, что очень надо знать, и должны мы гордиться этим. Да, конечно. Мы поддерживаем ваши слова. Нужно помнить, нужно гордиться. И сегодня 9 мая. Еще раз всех наших зрителей с Днем Победы. И до следующего прямого включения. Спасибо, Наташа. До связи Наталья. Продолжают наши корреспонденты работать на улицах Краснодара, рассказывать о шествии бессмертного полка, который, как вы видите, продолжается. Да, улица Красная. Красные знамена. Сколько портретов, сколько судеб, сколько историй людей. Все они герои, без сомнения. Все эти участники Великой Отечественной войны. Ну и снова наши корреспонденты на связи. На этот раз Павел Кузнецов. Паша, тебе слово. Да, коллеги, еще раз здравствуйте. Не перестаю поздравлять вас и всех россиян с праздником, с Днем Победы. Колонна бессмертного полка продолжает свое шествие. Я на самом деле не то, что шокирован, наверное, но огромное количество людей, потому что людской поток, людская река никак не кончается. И нет конца и края этого. Если мы посмотрим дальше, люди в едином порыве, все кричат «Ура!» и поют песни. Тут даже есть люди среди тех, кто идет в колоннах. Люди даже с баянами пришли сюда со своими и поют военные песни. Ну и у нас есть возможность еще немножко поспрашивать у людей истории своих героев. Вот, здравствуйте. Здравствуйте. С кем вы пришли? С мамой. А как зовут маму? Расскажите немножко про нее. Анна Григорьевна Харченко. Она была участником два года на фронте. Третий – Белорусский фронт. Шестое – управление военного строительства. Они наводили мосты понтонные и рекогнистировочные части всякие. Женщина на войне – это тяжело. Вдвойне тяжело. Это даже сложно понять. Она рассказывала, как, каково ей было? Вы знаете, она о тяжелом никогда не рассказывала. Она рассказывала всегда очень интересные и даже иногда веселые случаи. Например, вот у них перед Новым годом сидели в окопах. Окопы немцев, окопы наших. Ну, расстояние, наверное, метров 300, а не больше. Но никто не стрелял. Вдруг из немецких окопов послышалось. Рус, давай, Катюш. И запели. Запели наши и немцы подпевали. Вот какая удивительная история. Спасибо, Иван. Спасибо, что помните. Удачи вам и с праздником. Здравствуйте. 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 Вот у вас тоже герои, два героя. Расскажите, кто эти ли? Это Козлов Иван Иванович. Давайте мы покажем. Я прошу оператора взять фотографии. Это дед и бабушка моей супруги. Они прошли войну. Они были героями. Я горжусь ими. Потому что они были вот такими замечательными, и я стал защитником. Это моя доченька. А это Роман Иван Иванович, ее дедушка. Он прошел от Финской и Германию, прошел полностью. Это вообще удивительный человек. Вот. Поэтому, ну что, я горжусь ими. Вот так. Спасибо. А младшее поколение с какими ощущениями, с своими чувствами ты сюда пришла? Ну, я очень рада, что мы победили. Ну, вообще, с радостными воспоминаниями. Это буду вспоминать. Я хочу, когда вырасту, стать снайпером. Вот. Молодец. Спасибо. Спасибо. С днем победы у вас. Коллеги, мы продолжим свою работу чуть позже. Как вы видите, бессмертный полк акции продолжается. Я передаю вам слово. Спасибо, Павел. Спасибо, Паша. Наш коллега Павел Кузнецов работает в самой гуще событий, можно так сказать, на улице Красной. Ну, а мы не устаём рассказывать о том, как проходил сегодняшний день, как проходил День Победы. Продолжаем прямой эфир телеканала Кубань-24. Праздничный эфир. Не устаём поздравлять всех с Днём Победы. И, конечно, даём слово жителям Краснодара. Наш коллега Иван Волошин пообщался с некоторыми участниками акции «Бессмертный полк». И ему слово. Мы находимся в строю «Бессмертного полка» в самом центре праздничного, торжественного, можно сказать, шествия, которое проходит сегодня маршем по улицам Краснодара. И у нас здесь люди, которые готовы рассказать очередные истории своих родственников. Жанна Николаевна. Жанна Алексеевна. Жанна Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, вот чьи портреты у вас? Это портреты двух братьев. Это род Пархановых. Я самая старшая сейчас осталась в роду Пархановых. И я с гордостью несу эти два портрета. Это мой папа, а это мой дядя. Эти два родные брата. Но этот погиб в 43-м году. Он был конником красным и погиб в 43-м году. А папа мой прошел всю войну, но он был контужен. И потом, после контузии, он уже служил в войсках ПВО. И так похоронен здесь, в Краснодаре. А сын его, Владимир Алексеевич Парханов, знаменитый хирург, герой труда. И он унаследовал все лучшие качества нашего папы. Я вас поздравляю с праздником. Вы первый раз в бессмертном полку? Нет, я первый раз была на 70-летии в Севастополе. Потому что мой свекр освобождал Севастополь. Меня пригласили на Сапунгору в театральное представление. А он был почетным гражданином Севастополя. Первый раз я прошла с его портретом по Севастополю. Второй раз я прошла с портретами в Киеве. Хоть это было непросто, как вы понимаете. А сейчас я с гордостью иду с этим полком на своей родине. И я родилась в Краснодаре. Здесь росла и приехала на юбилей своего брата. Я вас поздравляю. Спасибо вам всем. Это праздник моей души. Будьте здоровы. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, чья фотография у вас? Это дед, который воевал, герой Советского Союза. Белых Иосиф Назарович. Один из дедов. Вот это вот все, это наша семья. Это все наши дедушки и бабушки, которые отдали жизнь родине. И мы об этом помним и всегда будем помнить. И поэтому в Бессмертном полку мы всегда идем впереди. И почет и уважение нашим старикам. Я вас поздравляю с праздником. Здравствуй. Ты знаешь, чьи у тебя портреты? Да. Чьи? Бабушка, прабабушка Дуси и прадедушка Коля. Ты первый раз на Бессмертном полку? Нет? Какой? Второй? Третий? Второй. Второй. И как тебе? Думаю? Да. Здравствуй. А у тебя чья фотография? А у меня фотография Стахова. Я очень рада, что он прошел всю войну. Он сделал так, чтобы мы все жили мирно, дружно. И я хотел бы его поздравить с 9 мая. С Днем Победы. И это красивый день, хороший, мой любимый день. Отлично. Скажите, пожалуйста, вы не первый раз уже принимаете участие? Нет. Мы второй раз принимаем участие в Бессмертном полке. Как вам вообще сама атмосфера сегодняшнего? Мне очень радостно видеть здесь молодые лица. Те, которые помнят, чтят память наших дедов, прадедов. Те, которые сражались для того, чтобы мы сейчас жили в мирное время. Я вас поздравляю с праздником. Здравствуй. Иван Алексеевич, это кто? Это летчик. Это родственник трой? Да. И прадедушка. Прадедушка. Прадедушка, да? Ты первый раз сегодня здесь? Да. Первый раз. И как тебе? Сергей. Нравится? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы, я так понимаю, родственники, да? Да, мама, да. Вот для вас что означает Бессмертный полк? Память. Ну, не знаю, торжество. Понятно. Я вас поздравляю с праздником. С Днем Победы вас. На этом не прощаемся. Все еще, естественно, будем слушать историю людей, которые сегодня здесь находятся на улице Красных, Краснодаре, которые проходят строем Бессмертного полка. Это был наш коллега Иван Волошин, который, в числе прочих, сегодня работает в самом сердце Кубанской столицы и общается с людьми, которые пришли отметить День Победы. Давайте сейчас прямо посмотрим, что происходит на улицах Кубанской столицы. А вот он, Краснодар, появился. Да, это Краснодар. Мы видим, люди продолжают идти с портретами своих героев. И сейчас мы ждем, ждем, когда же нам покажут, кто еще принимает участие. Сегодня очень многих возрастов люди приняли участие, вышли на улицы центральной столицы. Конечно, в их числе и губернатор Краснодарского края Вениамин Иванович Кондратьев. Он только что прошел на наших глазах с ребенком на руке. На руках дети, как правило, сегодня одеваются в военную форму тех лет. Акция продолжается. Вот идут под флагами дети войны, под флагами Российской Федерации и, конечно же, с портретами. Ну, а... Мы передаем слово нашим коллегам. Передаем слово нашим коллегам. Наталья Клещева работает на улице Красной. Да, коллеги, главная патриотическая, российская патриотическая акция «Бессмертный полк» присоединился и Краснодарский край. Вот жители Краснодара сегодня на главной улице с портретами своих родственников. Сейчас мы узнаем немного больше о них. Давайте знакомиться. Как тебя зовут? Женя. С чем? С чем портретом ты сегодня пришел? С своим прадедушкой. Расскажи о нем. Как его зовут? Где он воевал? Знаешь? Его зовут Галиев. Галиев Мухаммедьянович. Он воевал под Сталинградом и получил медаль за захват Кёнигсберга. Встретил победу уже в Кёнигсберге. Награда одна только? Нет, мы не совсем точно знаем. У него медаль за отвагу в первой степени. Даже этого достаточно для того, чтобы ваш дедушка сегодня прошел в этом полку. Это ваша первая акция? Первая, да. Мы первый раз участвуем. А кем вы решили участвовать? Ну, потому что мы помним, мы гордимся, мы благодарны тому, что таким, как он, у нас мирное небо над головой. Мы можем жить, радоваться жизни. И, конечно же, для нас это очень важно. Спасибо. Давайте поговорим со следующим участником. Какой красивый портрет сделали. Здравствуй. Как тебя зовут? Мирослава. Мирослава. Это, наверное, твой прадедушка? Да, прадедушка. Прадедушка. Как зовут? Расскажи, что ты про него знаешь? Что он был танкистом. Танкист? Да. А кто тебе про него рассказывал? Мама. Мама рассказывала? А что еще знаешь про прадедушку своего? Дедушку. Вот он танкистом где был? Против немцев воевал? Что ты знаешь про войну? Мама, помогайте. Где дедушка воевал? Дедушка прошел нашу финскую войну, то есть он с 36-го года ушел уже и потом застал уже. Вы так похожи невероятно. Вот смотрел здесь. Вам не говорили, да? Потом застал Великую Отечественную войну. В общем, всю войну прошел. Какие-то ранения, награды? А еще боевой путь? Вот расскажите подробно. Ранения, честно, я даже, ну, как бы не знаю. Ну, мы первый раз и просто узнали вчера, что и решили быстро поучаствовать, да. Спасибо большое. И цветочки ветеранам будешь дарить сегодня? Да. Молодец. Давайте дальше знакомиться. Тоже малышка у нас. Здравствуй. Меня зовут Оля. Олечка, чьи портреты держишь? Моего прадедушки. Прадедушка. Расскажи нам про него. Он воевал под Киевом. Погиб в 41-м году. То есть у нас сразу с начала войны получается, да? Да, ушел 26 июня. Давайте подскажите. 26 июня. Полянский Афанасий Тихонович 26 июня 41-го года призвался и в сентябре 41-го уже погиб. А при каких обстоятельствах знаете? Ну, обстоятельства не знаем. Знаем, что сказали. Бежал в атаку со штыком, без оружия, взрыв и все. Момент, да? Да. У нас еще есть ветераны. Да, расскажите. У нас Запольских Петр Михайлович Александр Иванович. Запольских Петр Михайлович у нас дошел до конца войны. Воевал на 1-м, 2-м, 3-м украинских фронтах. Рот войск. Танкист. Танкист, да. Три раза ранен, два раза тяжело. Я закончил войну за Будапешт, получил тяжелые ранения, награжден двумя медалями за отвагу, орденом боевого красного знамени. Вам удалось пообщаться? Мы пообщались. Я стал, в общем-то, офицером из-за них. Да? А почему? Что на вас такое влияние? Ну, он у меня майор, гвардии майор, службу закончил старшиной на войне, а потом стал офицером, потом отец стал офицером. И я вот, соответственно, дошел на... Ну, вот чем то поколение отличалось, вот скажите, почему удалось убедить? Стойкость. Это люди, глубоко любившие свою родину, и очень стойкие, и глубокая вера в то, что нужно отдать все, чтобы мы были свободны и чтобы мы прекрасно жили дальше. Думаете, в том числе и поэтому удалось победить? Не думаю, я уверен. Только благодаря вот таким вот бойцам, да? Да не только бойцам. Вся страна с напряжением работала. Работники тыла. Посмотрите, что дети маленькие в тылу стояли по 12 часов у станка, а выращивали урожай женщиной без мужей. Ну, что-то всего мало показывает, а на самом-то деле. Вся страна напрягалась. Представляете, просто в нас все армии Европы были совмещены в один механизм и воевали против нас, а мы одни. Как здорово, что была эта победа. Но все-таки сегодня праздник, и как принято встречать День Победы. Давайте попробуем троекратным «Ура», если можно. Трое кратное. Треть, четыре. Ура! 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 С Днем Победы еще раз всех наших зрителей. Маша, Денис. Наталья Клещева и участники Парада Победы в Краснодаре. Кубань продолжает отмечать День Победы 9 мая. Итак, Бессмертный полк в Краснодаре дошел до Вечного огня. Там участники возложили цветы. Там работает наш корреспондент Валентина Бекшаева. Она пообщалась с теми, кто участвовал в масштабном шествии. Последние шаги прошли участники Бессмертного полка. Это финальная точка шествия. Вечный огонь. Здесь потомки возложили цветы к Вечному огню и почтили память победителей. Бессмертный полк от спера имени Жукова по улице Красной прибыл сюда спустя час. Но люди не расходятся. Им все еще есть что рассказать. Здравствуйте. Вы шли одними из первых в полку. Кто сегодня был с вами? Кто изображен на фотографии? Это мой дядя. Два войны прошел. Избежал в 16 лет в гражданскую. Во время Валика Отечественной получил тяжелое ранение. Обучал радистов на фронт. Это папа и мама. Оба. Папа штурмовик на штурмовике летал. Папа получил тяжелое ранение над Финским заливом. Жил очень мало с пулей в сердце. На пистургация ортая. Мама в госпитале закончила войну уже в Питере. Спасибо, что вы храните эту память. Расскажите свою историю. Кто у вас изображен на фотографии? С кем вы сегодня? На фотографии изображен мой отец Еременко Евангелий Зарович. Он прошел войну. Он прошел Сталинград. Он прошел Варшаву. Был в Будапеште. И закончила Новая Зима. Какие эмоции сегодня? Вы шли в строю в этом? Чувство гордости. Чувство патриотизма. Чувство великого единения. Спасибо вам большое. Вы сегодня с совершенно маленьким сыном с вами пришли. Расскажите, кто был с вами в этом полку, в этом строю? С нами находился дедушка Шамонин Варфаломий Михайлович, который прошел всю войну в разведке. В честь него назван ГМОХ. Мы гордимся подвигами. Какие эмоции ты сегодня испытывал? Шел в этом строю? Какие чувства у тебя были? Что ты говоришь? Ну, что ты говоришь? Ура! Молодец! Спасибо вам большое. Скажите, кто у вас? Кто ваши герои? Мы прошли сегодня со своим дедушкой по материнской линии. Он призывался с Кубани, служил на Первом Украинском фронте, в Радилевском полку. В 1942 году попал в плен с нашими тремя соотечниками. Неоднократно бежал из плена. Со второй попытки ему удалось убежать из плена. С 12-го лагеря в штабах. Спасибо вам большое. Роман Иванович, дай его зад. Ты знаешь, что он тебе кто, получается? Дедушка, прадедушка? А что знаешь про прадедушку ты? Только знаю, что он бежал из тюрьмы. Что он успел, получается, у него убегать. Вот какие чувства у тебя вызывает дедушке подвиг? То, что он был на этой войне? Вот что ты испытываешь? Из-за него я испытываю гордость. Сегодня вот в строю ты шел со всеми людьми. Какие эмоции? Что чувствовал? Тоже гордость переполняла меня. Молодцы. Ребята, может быть, ты расскажешь? Расскажешь, с кем ты сегодня шел? Кто у тебя изображен? Только повернись немножко к оператору, чтобы все видели, с кем ты сегодня пришел. Это мой прадедушка. Кильдюрки Михаил Федорович, да? Что ты про него можешь рассказать? То, что он участвовал в Великой Отечественной войне. Ты гордишься своим дедушкой? Да. Молодец, молодец. На этих фотографиях генералы, солдаты, женщины и просто родные люди. Война затронула, пожалуй, каждую семью. Не только в стране, но и в Краснодаре, по всему краю. И все, кто сегодня прошли в этом мототысячном строю, еще раз доказали, что никто не забыт, ничто не забыто. С праздником Великой Победы! Ура! Ура! Наш эфир подходит к концу, и шефствие бессмертного полка уже завершилось. Да, можно озвучить предварительные цифры, как в городе, в кубанской столице, так и в целом по краю. Итак, сегодня в шествии бессмертного полка в Краснодаре приняли участие около 103 тысяч человек. Цифра еще будет уточняться. Ну а в целом по краю 520 тысяч. Представляете, какая масса людей, масштабная акция. Сегодня в 19.30 будет итоговый выпуск фактов, где будут озвучены все более точные цифры. И, конечно, наши коллеги из информационной службы расскажут подробности этого дня. Посмотрите, будет интересно. Спасибо вам большое, что были с нами. Поздравляем вас с Днем Победы! Да, пусть войны не будет никогда. Да. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»